Как придумать или создать персонажа? Как это делаю я и как запоминаю их внешность и всегда рисую одинаково? Как придумать необычный дизайн, сложный или простой? Ну и как я прописываю им историю и придумываю имена? Приветствую всех уважаемых на базе Дересиант. У меня у самого момента имеются трудности в создании персонажей, даже учитывая, что я давно этим занимаюсь, поэтому хотелось бы собрать всё в кучу, чтобы облегчить кому-то жизнь. Даже не думай о том, чтобы повеситься в этой чайной. Ты меня не так понял? Итак, разделим персонажей на группы. Первая, которая не имеет отношения к какому-либо миру, это просто красивый дизайн, возможно имя, которое не зависит абсолютно от никаких факторов. Конечно же, кроме вашей фантазии и желания. Здесь вы можете сделать гибрид единорога пантеры, при этом это будет дракон, который родился от человека и черепахи. Чё-то не в ту степь меня понесло, но вы поняли. Он совсем пришибленный. Ну и вторая, это персонаж для конкретной истории конкретного мира. Если у вас фантастическая история про ангелов или инопланетян, то наличие крыльев или розовой кожи у персонажа не будет странным. Но если ваша история развивается в стандартном мире без наличия магии, где все люди выглядят как в реальном мире, то внезапное появление человека-собаки будет как-то неуместно. Ну, если у вас есть сюжет про внезапного человека-собаку. А этот вообще чокнутый! Да, первым делом важно разобраться в предыстории мира, ну или её отсутствии. Поговорим, собственно, про дизайн для начала. Думаю, будет сложно говорить в общем, но я постараюсь. Важно определить черты характера вашего персонажа. На самом деле, пока вы не имеете идеи для заготовки, это сделать несложно. Так как вам всего лишь нужно подобрать интересующие черты характера для формирования личности. Которая вас интересует. Характер может намного влиять, и уже в процессе сочинения этого товарища вам в голову может прийти идея для его внешнего вида. У меня так часто бывает. Но, кстати, персонаж может быть как воплощением своего характера, так и его полной противоположностью. Например, у вас боевая дама-киллер наносит розовые вещи, и по ней не скажет, что она грохнула 29 человек. Муж попросил яйца с молоком купить. Что ж, я... Блин, я вспомнила черепаху. Что ж, если не получилось, значит, идея провала. Идем к следующему. Вы можете сделать персонажа, опираясь на любимого героя с какой-нибудь историей. Вот, сотворила набросок дамы, опираясь на шинобу, для примера пойдет. Но еще можно открыть пинтерест. Там вбиваете персонажей или подобное персонажам нечто. Не, не совсем так. Важно, не копируйте этих персонажей, а просто берите идеи или вдохновляйтесь. Например, мне бывает сложно придумать прически для персонажей, и таким образом я ловлю немного людей, и очень даже успешно порой. Но если с фантазией немного туго, как у меня сейчас, тогда рыскаем в интернете генератор палитры. Назовем это интернет-помощь. И есть один нюанс. Можно просто охладеть на подобные картинки и по ним делать. Персонажи иногда приходят сверхгениальные идеи, но вы также можете просто потратить на это пару часов жизни и ни к чему не прийти. И такое в практике бывает. Еще один метод. Вы когда-нибудь рисовали рандомных личностей из головы просто потому, что скучно? Что ж, ну как бы там ни было, вооружайтесь карандашом и топайте, шаманить наброски. Когда-то я так сидела и сделала вот таких личностей, которых по сей день развиваю. Но помимо рисования можно создать основу для ваших персонажей в программах. Да даже в той же гаче. Или переделать уже существующих ваших персов. Ну, конечно, если не у вас имеется. Вот еще идея для тех, кто уже не первый год рисует. Хотя, сводит, что там же там одна и та же. Так вот, у вас же есть старые рисунки, старые персонажи и просто рандомные люди, которых вы шаманили? Отлично! Создайте персонажа, опираясь на старую заготовку. Даже из чего-то сверх эпичного можно сделать что-то миленькое. Этуку, между прочим, была первой красавицы на деревне, понял? Еще один сверхметод. Попробуйте необычный. Забабахайте персонажей из всего, что придет в голову. А после переделайте эту эпичность в нечто более подходящее для вашего контекста. Кстати, скажу по секрету, даже из одного персонажа можно сделать несколько. Вот так вот. Это когда у вас в одном персонаже чего-то слишком много. Да и из простого тоже можно. А еще ваши персонажи будут меняться по ходу истории или их прописанию. У кого-то отрастут длинные волосы, у кого-то рыбий хвост, всякое бывает. Может и мне заливку сделать? Хорошо. Допустим, у вас есть персонажи «Поздравляю». Так, как придумать им имя и прописать эту несчастную историю? Первое дело имени я так раньше делала. Если вы хотите ассоциировать именно персонажей с каким-то словом, то можете забивать его в переводчик на разные языки. Потом это можно просто как-то перекрутить или оставить такое. Еще одна идея – можно брать существующие имена и коверкать их. Например, Мария, Мария, Катерина, Кайтер. Еще одна тактика, которой я пользуюсь, это можно просто соорудить свое имя, используя на борьбу. Тенье, зэдиен, явно рель, пирожок с яблоком, остановимся, пожалуй. Для сочинения истории персонажей я мало чего могу посоветовать, ведь я понятия не имею о ваших идеях, к сожалению, но скажу, что все события, произошедшие в прошлом, должны оставить последствия в итоговой версии персонажа, чтобы не было сюжетных дыр. Что я скажу? Ну, сами понимаете. Вот если бы Леви жил в шоколаде, он явно бы так не выглядел. Или если бы его детство проходило в чистом особняке, то он бы не ставил чистоту выше других принципов. Внутри нас наверняка ждет море пыли. Это поистине проблема. Нужно решить ее немедленно. Ну и так далее, надеюсь, вы поняли. Кстати, еще рекомендую такую программку. Она немного облегчает задачу в написании сюжета или истории вашего персонажа. А теперь, как запомнить внешность и рисовать все всегда одинаково. Это сложно поначалу, но потом рука привыкнет. Для начала рисуйте персонажа, пока вы не скажете, вот это то, что нужно. Дэхи-ча! Осталось еще 500. Теперь эта попытка станет вам референсом. Рисуйте вашего персонажа с разными прическами, эмоциями, в профиль, еще с каких-нибудь ракурсов, но старайтесь не терять эту задумку. Чем больше попыток, тем ваша рука быстрее привыкнет. Ну, по сути-то и весь план. Опять-таки, самое главное, перенести хотя бы один раз из вашей головы на бумагу дизайн, который вас устроит. Дальше проще, но потом по памяти будете. Ну, на этом все, я разобрала это нечто, ей! Что ж, надеюсь, было полезно, удачи и увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok